Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мне на днях дали одну книгу почитать. Называется «Чарльз Сперджин. Мое обращение». У него тут написано внизу. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Исайя 45, 22. Вот такая книга. Вот она. Это «Баптистский проповедник». Чем он интересен, заинтересовал меня? То, что, как его в свое время называли, что он король проповедников. И вот когда начинаешь его читать, его проповеди, о чем он пишет, как он уверовал во Христа, начинаешь понимать, почему его именно так называли. Для чего эта книга? Для того, чтобы для ознакомления. То есть, для тех людей будет полезно вообще для каждого верующего, как нужно свидетельствовать о своем обращении, как можно к этому прийти, к своему обращению. То есть, как бы, очень хороший жизненный пример жизни во Христе. К сожалению, конечно, он был неправославный, вне церкви находился. Потому то, что он здесь говорит о полноте спасения, то есть, как у них принято, что они спасены уже. Хотя апостол Павел в Кремленном 8, 24 говорит, что мы спасены в надежде. Ну, это же Деяние 2, 47, что прилагал спасаемых в церкви, Господь говорит. Другие места Писания об этом говорит. А где вот они приводят там, послание к кремленам, что кто призывает имя Господне, тот спасется. Это говорит о том, что всякий человек, независимо от национальности, богатый или бедный, может призвать имя Христа, и он спасется. Будет спасен. Сейчас вот решил начитать его. Называется «Мое обращение». Глава 1. Незабываемый день. Я слышал, как люди рассказывали истории о своем обращении и духовной жизни в такой манере, что в моем сердце возникало отвращение к ним и их истории. Они рассказывали о своих грехах так, будто хвалились величием своих преступлений. Они упоминали о любви Бога не со слезами признательности, не с благодарным сердцем, а так, словно превозносили себя до уровня Бога. О, когда мы рассказываем о нашем обращении! Мы должны излагать эту историю совершенно по-другому. Мы должны рассказывать ее с великой печалью, вспоминая то, кем мы были. Но мы также должны говорить об этом и с огромной радостью, и признательностью, пометуя о том, как мало мы этого заслуживали. Однажды я проповедовал об обращении и спасении, и вдруг почувствовал, как это часто случается с проповедниками, что рассказ мой был сухим, неинтересным. Это было скучно для меня. Внезапно у меня возникла мысль, «Ах, ведь ты же сам был бедный, потерянный, сломленный грешник! Расскажи, расскажи им, как ты принял спасение! Начни говорить о благодати Божией, которую ты пережил лично!» И тут из глаз моих хлынули слезы. Слушатели, которые, засыпая, кивали головами, начали просыпаться. Они стали прислушиваться, потому что услышали что-то, что проповедник пережил лично, понимая, что это правда по отношению к Нему, хотя это и не относилось к Ним. Неужели вы не можете вспомнить, дорогие, возлюбленные, день своего спасения? Неужели вы не помните день всех дней, лучший и самый яркий час, когда вы впервые увидели Господа? Это был день, когда вы избавились от бремени, приняли свиток обетований, возрадовались в полноте спасения и в мире пошли своей дорогой по жизни. Моя душа никогда не сможет забыть этот день умирающему, почти мертвому, больному, страдающему, истерзанному, словно закованному железной кандалы в мрачном предчувствии смерти. Иисус явился мне. Мой взор обратился к Нему. Недух был исцелен, боли оставили меня. Цепи спали, двери тюрьмы открылись, и тьма сменилась светом. Что за восторг наполнил мою душу? Какая радость, ликование, какое звучание музыки и танца, какое воспарение к небесам, какая высота и глубина неописуемого счастья. Мне трудно припомнить, чтобы с тех пор я вновь испытал радость, превосходящий тот восторг, который я пережил в тот час. Довольно сложно описать миг спасения. Для моих уст было бы проще все поэмы выразить в одном слове. Для моего голоса было бы легче звучание мелодии свести в один звук. Для моей речи было бы проще выразить в одной букве сущность гармонии веков. Ведь час обращения – это час, который превосходит остальные дни моей жизни настолько, насколько золото превосходит угольный мусор. Ночь Израильской Пасхи. Это ночь, которую необходимо помнить. Это тема для поэтов и неисчерпаемый источник для благодарных песен. То же самое касается и времени обращения. Это незабываемый час оправдания в Иисусе и освобождения от греха. Другие дни смешиваются со своими собратьями подобно монете, вращающейся в круговороте. Их образ совершенно стирается. Но этот день всегда остается новым, свежим, ярким, таким же ясным во всех своих деталях, как если бы это случилось только вчера. Память уронит из своей полной пригоршни множество воспоминаний, которое она сейчас бережно хранит. Но никогда, даже на пороге смерти, она не отпустит из своего сердца ощущение безмерно счастливого часа моего искупления. Освобожденный с галеры раб может забыть день, когда о землю были разбиты его оковы. Прощенный предатель может не вспомнить часа, когда остался в живых благодаря прощению. Отчаявшийся моряк может не припомнить, как дружеская рука выхватила его из глубинных объятий морской бездны. Но момент прощения греха, мгновение совершенного помилования моя душа не забудет никогда, пока будет жива и бессмертна. Каждый день моей жизни при мне был ангел-хранитель. Но в этот день, подобно тому, как это было с Иакову, Маханаиме, меня встретил множество ангелов Божиих. Смотрите Бытье, 32 глава, 1-2 стих. Солнце поднимается каждое утро, но в это особое утро словно накопился свет за семь дней. Подобно небесам на земле, подобно годам бессмертия, подобно векам славы, подобно сиянию небес были часы этого совершенного счастливого дня. Часы. Божественный восторг и невыразимое восхищение наполнили мою душу. Страх, боязнь и печаль с целым прицепом скорбей поспешно умчались. На их место пришла безмерная радость. Находясь в руках Духа Святого и осознавая свою греховность, я имел ясное и четкое понимание справедливости суда Божьего. Грех, каким бы он ни был для других людей, стал для меня несносным бременем. Это не означает, что я боялся попасть в ад и поэтому боялся грешить. Меня мучило глубокое беспокойство о чести имени Божьего и справедливости его духовного управления. Я чувствовал, что для моей совести было бы неприемлемо просто незаслуженное прощение. Но тогда возникал вопрос, как Бог может быть справедливым и оправдать меня, когда я столь грешен? Меня беспокоил и изнурял этот вопрос, на который я никак не мог найти ответа. Несомненно, я никогда и не смог бы найти ответ, который оправдал бы мою совесть. Учение об искуплении для меня лично является одним из самых верных доказательств того, что Святое Писание исходит от самого Бога. Кто бы мог подумать, что праведный правитель может умереть за неправедного мятежника? Это не учение из области человеческой мифологии и не мечта поэтического воображения. Это путь искупления стал известен людям только потому, что этот факт, вымысел, не смог бы такой придумать. Бог сам лично предопределил это. И это то, что невозможно даже вообразить. Я еще с юности слышал о плане спасения посредством жертвы Иисуса. Но в глубине моей души ничего больше об этом я не знал. Словно я родился и произошел от далекого африканского племени. В этом учении был свет, но я был слеп. Необходимо было, чтобы Господь сам лично открыл мне суть этого плана. Это пришло ко мне, как новое откровение, такое свежее, словно я никогда не читал в Писании, что Иисус стал умилостивлением за грехи, дабы Бог мог быть справедливым судьей. Думаю, что это должно прийти как откровение для каждого новорожденного дитя Бога. Я имею в виду славную вещь о том, что Иисус Христос вместо нас понес наказание за наши грехи. Я пришел к пониманию, что спасение стало возможным благодаря замещающей жертве. Более того, была обеспечена, прежде всего, законность заместительной жертвы. Я смог увидеть, что тот, кто является Сыном Божьим, со равной и со вечной Отцу, изначально был поставлен главой Завета с избранным народом. Именно в этом качестве он мог пострадать за народ и спасти его. наше грехопадение не было нашим личным падением, так как все мы пали в нашем плотском прародителе, первом Адаме. Поэтому у нас появилась возможность восстановиться во втором Адаме, нашем представителе Иисусе, в нашем духовном главе. Он стал главой Нового Завета со своим народом, чтобы быть для них вторым Адамом. открыв им возможность духовного возрождения. Я увидел, что прежде чем я на самом деле согрешил, я уже был падшим из-за греха моего первого Отца. Но я возрадовался, что стало возможным на законном основании быть оправданным благодаря второму главе Ихадатаю. Падение первого Адама оставило лазейку для спасения. Другой Адам смог отменить разрушение, причиненное первым. Когда я беспокоился о том, может ли справедливый Бог простить меня, то понял и увидел верой, что тот, кто является Сыном Божьим, стал человеком. Своей собственной благословенной милостью Он вознес грехи наши телом Своим на древо. 1 Петра 2, глава 24 стих. Я увидел, что наказание мира, мое наказание, было на нем, и ранами его я лично исцелился. Исайя 53, глава 5 стих. Это случилось потому, что Сын Божий, высочайший, сиятельнейший и непревзойденный как личность, исполнил требования закона, понес вместо меня мой приговор, благодаря чему Бог смог опустить мой грех. Надежда моей души на небеса покоится на полном искуплении грешников, совершенном на Голговском кресте. Именно на это я совершенно уповаю. У меня нет ни тени и надежды на что-либо еще. Сам по себе я никогда не смог бы одолеть собственную греховность. Я пытался, но у меня ничего не вышло. Мои греховные наклонности были слишком живыми. Пока в своей вере в то, что Христос умер за меня, я не возложил свой грех на Него. После этого я уразумел первопричину победы, благодаря которой я одолел свою греховную натуру. Знания о кресте могут быть использованы для уничтожения греха точно так же, как двуручные мечи, которые использовали древние войны для поражения своих врагов при каждом ударе. Нет ничего, что могло бы сравниться с верой в друга грешников. Она побеждает любое зло. «Если Христос умер за меня столь нечестивого, столь бессильного, то я больше не могу жить в грехе. Я должен подняться в любви и служить Ему, тому, кто искупил меня. Я не могу играться со злом, которое убило моего друга. Я должен быть святым ради Него. Как же я могу жить в грехе, если Он умер, чтобы спасти меня от Него. Я помню день, когда я шагнул за черту, когда приблизился к тому месту, которое навеки останется в моей памяти. Там я увидел этого друга, моего лучшего, моего единственного друга, убитым. Я в великом отчаянии полниц и стал смотреть на него. Я увидел, что его руки были пронзены коваными железными гвоздями. Из стопы его ног тоже были пробиты такими же гвоздями. На его мертвом лице запечатлелось такое ужасное страдание, что я не смог смотреть. Его тело было изнурено голодом. Его спина была красной от кровавых плетей. На его челе отпечаталась окружность от ран, ран от терного венца. Я вздрогнул. Да как знал этого друга слишком близко. Он никогда не был виноват. Он был верхом чистоты и святости. Кто же мог причинить ему зло? Он никогда никому не доставлял боли. Всю свою жизнь он ходил, благотворя деяния 10-38. Он исцелял больных, он кормил голодных, он воскрешал мертвых. За какое из этих дел они убили его? Он излучал любовь. Когда я смотрел на бледное печальное лицо полной агонии, но при этом исполненной любви, я думал о том, кто же мог быть таким негодяем, столь отвратительным и низким, чтобы пронзить его руки. Я сказал себе, где могут жить такие предатели? Кто эти люди, которые смогли убить такого, как он? Если бы они убили угнетателя, возможно, мы смогли бы простить их. Если бы они поразили того, кто потворствовал злу или подлости, тогда это было бы его справедливым наказанием. Если бы это был убийца или человек, разжегший бунт, мы бы сказали, похороним его тело, наконец-то его постигла заслуженная им участь. Однако, когда был убит ты, мой лучший, мой единственный и любимый, где же скрылись предатели? Позволь мне схватить их и поразить насмерть. Если я смогу выдумать мучения, то все непременно настигнут их. О, какое рвение, какую месть испытывал я. Если бы я только смог найти этих убийц, что бы я с ними сделал? В то время, когда я смотрел на тело, я услышал шаги и заинтересовался, откуда они исходят. Я прислушался и ясно понял, что убийца находился на расстоянии вытянутой руки. Было темно, но я на ощупь попытался найти его. Я обнаружил, что так или иначе я не могу схватить его рукой, так как он был ко мне ближе, чем простиралась моя рука. Наконец, я положил руку на свою собственную грудь. Теперь ты у меня, сказал я. Да, он находился в моем собственном сердце. Убийца прятался лично в моей груди, проживая в тайнике моей нераскающейся души. И тогда я зарыдал в присутствии своего убитого господина, сокрушаясь, что держал в себе убийцу. Наклоняясь над его телом, я почувствовал, что был очень виновен перед ним, и я запел очень жалобный гимн. Именно вы мои грехи, мои ужасные грехи, мучили его больше всего. Каждое мое преступление стало с гвоздем, а мое неверие копьем для него. Среди сборища черни, которая старалась досадить искупителю, в его предсмертных страданиях находилось несколько драгоценных душ, чья горькая мука искала выход в рыданиях и стинаниях. Все это сливалось в единый печальный хор, который соответствовал этому скорбному шестью. «Когда моя душа воображение видит Спасителя, несущего крест на Голгофу, то она присоединяется к благочестивым женам и плачет вместе с ними». В самом деле есть повод скорбеть, повод гораздо более глубокий, чем думали эти горюющие женщины. Они оплакивали невинность, с которой жестоко обошлись, добродетель, которого преследовали, любовь, которая стекала кровью, кротость, которая находилась при смерти. Но в моем сердце находилась более глубокая и горькая причина рыдать. «Мои грехи были петлями, которые раздирали эти блаженные плечи, а не увенчали эти истекающие кровью брови тернами. Мои грехи кричали «Распни его! Распни его!» и возложили крест на его драгоценные плечи. Вся его сущность, веденная на заклание, являла собой достаточно скорби, которой хватило бы на всю вечность. Но то, что я сам был его убийцей, является большим, несравненно большим горем, чем могут выразить целые фонтаны жалких слез. Почему эти женщины любили и рыдали, догадаться несложно, но у них не было больше причин любить и скорбей, чем у меня. «Вдова из Наина увидела воскрешение своего сына». Луки 7 глава с 11 по 15 стих. «Но я сам лично был воскрешен к новой жизни». «Теща Петра была исцелена от горячки» Матфея 8 глава 14-15 стих. «Но я исцелился от еще большего поражения грехом». «Из но он обитает во мне, его мать похоронила его тело, но теперь он во мне». Упывание славы. Колосину 1 глава 8 стих. «Не будучи позади святых женщин в долгу перед ним, позвольте мне не отставать от них в признательности и печали». «Любовь и горесть мое сердце терзают, его ноги хочу слезами омыть, вечные безмолви в сердце пребывает, плачьте перед тем, кто умер, чтоб спасти». Ульям Хантингтон говорит в автобиографии, что одно из самых острых ощущений боли, которые он испытал после того, как ожил благодаря божественной благодати, было. Он ощутил жалость к Богу. Я не помню, чтобы слышал это выражение где-нибудь еще, но оно просто поразительно. Хотя я лично предпочел бы сказать, что сострадаю Богу и скорблю, что с Ним обошлись столь несправедливо. Есть много людей забытых, презренных, подавленных своими соотечественниками, но никогда не было человека, который был бы столь же презираем, как вечный Бог. Многие люди были оклеветаны и многие претерпели жестокое обращение, но никто из людей не подвергался такому бесчестию, как Бог. Со многими обращались бессердечно и неблагодарно, но ни с кем не обращались так, как с нашим Богом. Я также однажды пренебрег к ним. Он постучал в двери моего сердца, но я отказался открыть. Он приходил ко мне неисчислимое количество раз, утро за утром и ночь за ночью. Он часто обличал мою совесть и взывал ко мне своим духом. Когда наконец громы закона прозвучали в моем сознании, я подумал, что Христос жестокий и недобрый. О, я никогда не смогу простить себя за то, что так несправедливо думал о нем. Однако, какой же любящий прием оказали мне, когда я пришел к нему? Я думал, что он ударит меня, но его рука не сжималась от злости, а наоборот, его объятия были широко открыты в милости. Я был уверен, что его глаза испустят на меня молнии гнева, но вместо этого они были наполнены слезами. Он обнял и поцеловал меня. Он сбросил мои лохмотья и одел меня свою праведность. Моя душа пела от радости. В доме моем души и в доме его церкви звучала музыка ликов льв и льв льв и льв льв и льв льв и евангелие божьем есть неописуемая сила. Однажды я несся на дикой лошади моей похоти, связанной по рукам и ногам, не в силах сопротивляться с целой своры адских волков позади меня, салчным завыванием стремящихся схватить мое тело и душу, как заслуженную и законную добычу. Но вмешалась сильная рука и остановила эту дикую лошадь, разрезала мои веревки, поставила меня на ноги и дала мне свободу. Есть ли сила в Евангелии? Конечно же есть, и тот, кто пережил ее, должен знать это. Было время, когда я жил в древнем прочном замке своих грехов и возлагал надежды на свои собственные дела. Но затем к двери подошел трубач и попросил меня открыть ее. Разозленный, я отругал его к одной крыльце и сказал, что он никогда сюда не войдет. Затем пришла приятная личность с любящим взглядом. Его руки были отмечены шрамами от гвоздей, и на его ногах тоже были такие же следы. Он поднял свой крест, чтобы воспользоваться им, как молотом. При первом ударе задрожали врата моих предрассудков, при втором ударе они потряслись еще больше, а при третьем пали, и он вошел. Он сказал, поднимись и стань на свои ноги, ибо любую вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Иеремия 31, глава 3, стих. Евангелие это великая сила, это действительно так. Оно всегда несчет свежей своей юности, оно сверкает, как утренняя роса. Его сила и слава пребывают вовек. Я ощутил его силу в своем собственном сердце. Я имею в своем духе свидетельство Духа Святого, и я знаю, что Евангелие это сила, потому что оно завоевало меня и покорило меня. Только его благодать от начала и до конца пробудил во мне любовь и навеки завладела моей душой. То есть это глава из этой книги. Как есть такой тоже протестантки писатель Родион Березов. Он написал это 1965 году одно стихотворение. Я видел во сне, как враги бичевали Христа, свистели бичи, умирала во тьме красота. По телу страдальца кровавые струи текли, а женщины слабые плакали тихо вдали. О, как был унижен, о, как был изъязвлен Христос, кто миру спасение, любовь и надежду принес. Из тела святого куски вырывали бичи, глумились над Богом безумцы, слепцы, палачи. Вот воин рукою взмахнул над Христом, что есть сил. Не вытерпел я, и его в содрога не схватил. Чего ты хватаешь? Он крикнул бесстыдно грубя. И вдруг обернулся, и сразу узнал я себя. Глаза и лицо, неужели это я? И острая пледь для бичей, неужели моя? В холодном поту я проснулся, вокруг темнота. Так я, значит, жизнь свою терзаю Христа. Любите друг друга, ведь это Христово слова, но лишь суетою забита моя голова. Терпением спасайтесь, но я не умею терпеть, и резкость моя, как ременная жгучая пледь. И нежность, и кротость вот признак хороших людей, а я очень часто не лучше, чем гнусный злодей. Мне нужно быть ангцем, а я, как рыкающий лев, в душе очерствелый не дал урожая посев. Как в зеркале верном увидел себя я во сне. О, Господи, что же для радости надо мне? И Бог мне ответил, безмерна моя благодать, чтоб праведным быть, надо слово мое соблюдать. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.